Сегодняшняя тема. Станислав Анатольевич. Какие симптомы говорят о том, что человеку необходимо обратиться за консультацией к флебологу? У варикозной болезни много проявлений. Самый очевидный признак варикоза – взбухшие расширенные вены на ногах, появление варикозных узлов. При подобных симптомах сомнений быть не может, необходимо, не мешкая, обращаться за помощью к специалисту. Но бывает и так, что болезнь проявляет себя не столь явно, выступающих вен нет, однако к вечеру человек ощущает чувство тяжести в ногах, появляется боль при долгой ходьбе, ночные судороги и зуд в мышцах. Все это тоже может быть признаками варикозной болезни, и в таком случае, чем раньше пациент обратится за консультацией к флебологу, тем лучше. Нельзя забывать, что варикоз – это хроническое заболевание, которое эффективнее всего лечить на ранних стадиях. С чего начинается прием пациента в клинике? Работа с пациентом начинается еще до приема. Чтобы получить консультацию врача, пациент сначала должен записаться по телефону. Специалисты, которые работают у нас на телефоне, еще во время первого разговора пытаются выяснить специфику заболевания и направить пациента к тому врачу, который эффективнее всего сможет решить эту проблему. Например, у нас в Центре флебологии работает отделение лимфологии и хронической венозной недостаточности, которая занимается лечением тяжелых форм варикоза, хронических отеков, трофических язв. Туда мы обычно направляем возрастных пациентов с запущенными формами венозных заболеваний, и там с ними работают специалисты, имеющие богатый опыт именно в этой области. А бывают ситуации, когда приходят молодые женщины, которые обнаружили у себя несколько сосудистых звездочек и хотят выяснить, насколько это опасно. В таком случае мы направляем их на первичное обследование к флебологу. Иногда уже во время разговора по телефону понятно, что, скорее всего, проблемы пациента связаны не с венами, а с чем-то еще. В таком случае мы можем предложить консультацию травматолога или дерматолога, посоветовать, в какой медицинский центр обратиться. Хорошо. Пациент записался на прием и попал к врачу. Что дальше? Когда пациент приходит, с ним работает не один врач, а сразу два – специалист по УЗИ-диагностике и флеболог. На самом деле, все наши флебологии владеют УЗИ-диагностикой, но мы предпочитаем, чтобы они работали в паре со специалистом, потому что бывают сложные случаи, а человек, который ежедневно сидит за монитором и видит сотни сканов, ориентируется в них лучше. Специалист по УЗИ проводит обследование, а врач-флеболог в это время визуально оценивает состояние вен, расспрашивает пациента об истории болезни, так что, когда готовы результаты сканирования, он имеет уже достаточно ясную картину. Нередко бывает так, что при обследовании выявляются дополнительные проблемы, которые требуют серьезного внимания врачей. В этом случае мы дополнительно направляем пациента к специалисту по профилю, невропатологу, ортопеду, дерматологу и так далее. Этого обследования достаточно, чтобы получить полную картину болезни. Чаще всего достаточно, но в тех случаях, когда первичное обследование не дает ответов на все вопросы, мы можем дать направление на дополнительные диагностические анализы за пределами нашей клиники. У нас есть налаженные связи со многими крупными медицинскими центрами, так что мы можем передать пациента, из рук в руки, проверенным специалистам. Впрочем, такая необходимость возникает очень редко, в 98% случаев нашего оборудования хватает для того, чтобы поставить точный диагноз. Какую информацию флебологу дает УЗИ-диагностика? Подобное обследование имеет у нас многоуровневый характер. Бывает так, что пациент приходит на прием, чтобы проверить, нет ли у него варикоза. В этом случае достаточно простого доплерографического обследования сосудов, которое позволяет оценить общее состояние вены и их клапанного аппарата. Но если у человека есть выраженный варикоз со сложнениями, делается ультразвуковое ангиосканирование, более сложное исследование, которое показывает состояние сосудов, их размер, состояние стенок, параметры кровотока, наличие тромбов. В нашей практике, по моим оценкам, около 70-80% пациентов получают более детальное обследование, так как для нас важно иметь максимум информации о состоянии вен. Что происходит после диагностики? Пациенту предлагаются различные варианты лечения, в зависимости от поставленного диагноза. Это может быть хирургическое лечение, особенно если это запущенный варикоз на венах большого размера или же есть дополнительные осложнения. В этих случаях операция является наиболее эффективным методом лечения. Однако, если есть возможность ее избежать, мы стараемся предложить альтернативные варианты. Одним из самых популярных методов является склеротерапия, заклеивание поврежденной вены путем введения в нее специального препарата, это достаточно простая медицинская процедура, которая проводится амбулаторно и занимает 5-10 минут, после чего человек может спокойно идти по своим делам. Склеротерапию можно делать любому пациенту. Нет, она эффективна при начальных стадиях варикоза, на сосудах не очень большого диаметра. Впрочем, в последнее время этот вид лечения стал применяться более широко, поскольку появилась его усовершенствованная модификация – пенная эхосклеротерапия. В просвет пораженной вены под контролем ультразвукового сканера вводится препарат в виде пены, в результате чего расширенные сосуды склеиваются и со временем полностью исчезают. Какие еще есть методы лечения для крупных пораженных вен? Мы можем предложить лазерную коагуляцию, лечение с помощью лазерного луча. При использовании этого метода поврежденная вена не склеивается, а заваривается изнутри, через прокол в просвет вены вводится световод, из которого посылается лазерный луч, действующий на стенки поврежденного сосуда. Это одна из новейших методик, в России ее начали использовать где-то 5 лет назад. Кроме того, мы применяем метод радиочастотной облитерации, по принципу похожий на лечение лазером, через прокол в просвет вены вводится проводник, после чего вена заваривается, но не с помощью лазерного луча, а с помощью электромагнитного излучения. А какой метод самый лучший? Это некорректный вопрос. Выбор метода зависит от диагноза, и тут все очень индивидуально. Важно то, что мы располагаем большим набором методов лечения варикоза, имеем возможность выбирать из них наиболее подходящие и даже комбинировать их, например, хирургические операции на крупных венах могут сочетаться со склеротерапией более мелких вен. Сколько времени обычно занимает курс лечения? Тут все зависит от состояния вен. В среднем лечение длится от 2 до 4 недель, когда пациент находится под наблюдением врача, регулярно приходит на процедуры. В это время он вынужден придерживаться некоторых ограничений, нельзя греть ноги, посещать сауну, необходимо носить специальный компрессионный трикотаж. Но важно, что это амбулаторное лечение, пациент лишь ненадолго, на полчаса-час, посещает клинику, а все остальное время он свободен и может жить полноценной жизнью, работать, гулять и даже заниматься спортом. Хорошо, предположим, что от расширенных вен удалось избавиться. Что пациенту делать дальше? После проведенного курса лечения пациенты, центра флебологии, находится на бесплатном годовом наблюдении. Особенно это важно для пациентов с запущенными формами варикоза, когда часто требуются дополнительные процедуры для закрепления эффекта. Как часто пациенты приходят провериться? Опять же тут все очень индивидуально. Если речь идет о легких формах варикоза, то решение о повторном визите к врачу обычно принимает сам пациент, если что-то вызывает у него беспокойство. В случае если проводилось удаление крупных вен, то мы рекомендуем приходить на контроль где-то через год, чтобы мы могли отследить динамику. Кроме того, мы настоятельно советуем своим пациенткам заходить к нам во время беременности, так как в это время. На правах рекламы лицензия номер ЛО 7701-003425 от 31,01-2011 имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Заведующий отделением флебологии, центра флебологии, Станислав крылов.